С текстильного производства началась история Щелковского края. Ткацкие красильные фабрики, расположенные на берегах Клязьмы, обеспечивали работой большинство жителей. Недаром один из символов округа на его гербе по сей день является ткацкий челнок. Когда-то наш край даже сравнивали с центром европейской шелковой промышленности, Леонским округом. Надо понимать, что город Щелково действительно был текстильным городом. Почему? Потому что были маленькие, так называемые, как по современному, малый бизнес, когда стояли станки в каких-то определенных небольших помещениях. И только потом, где-то в начале 20 века, в самом начале 20 века, стали появляться предприятия. Эти предприятия можно по пальцам пересчитать на самом деле, но они дают возможность назвать город городом. В 50-х годах 19 века Кондрашовская мануфактура стала приходить в упадок. В 1878 году новый владелец Григорий Александрович Поляков полностью сменил профиль фабрики и, переоснастив, превратил ее из шелкоткацкой в красильно-апритурную. Уже в советское время предприятие стало известно как фабрика технических тканей или техноткань. Она действительно выпускала очень интересную продукцию, которую сейчас многие не знают и не помнят. Поставляли продукцию перебютные материалы для Министерства просвещения. Все издания, которые происходили в Советском Союзе, подчеркиваю, они были из нашего материала. Александр Иванов – последний директор фабрики техноткань, который после ее закрытия по различным причинам в основном экономического свойства не бросил родное предприятие. Семья, корни, малая родина – для Александра Валентиновича не пустые слова. И родился, и жил, и работал только на территории фабрики техноткани. Мои родители тоже сами здесь работали. Бабушка с дедушкой, правда, приехали. Ну, история, наверное, где-то лет 70-80, которая касается города Щелково для нас. И могу сказать откровенно, я всегда любил Щелково и люблю. Уже несколько лет Александр Иванов собственными силами и, главное, средствами восстанавливает старинные фабричные корпуса, возвращая им былую мощь и красоту. Согласование с администрацией города до начала реставрации позволило приступить к восстановительным работам. Фабричные здания 19-го века оказались в довольно приличном состоянии. Есть такие вещи, которые нельзя уничтожить, их надо сохранять. Когда мы экспертизу заказали, для меня было очень важно понять, живое здание или нет. Оказалось, что все не так плохо. Фабрику строили, как говорится, на века. И потому строению понадобились только отделочно-реставрационные работы. Сегодня здесь расположены производственные и офисные площади, а также различные ремесленные и творческие мастерские. Кто-то работает со стеклом, кто-то живописец. Работают люди с деревом, достаточно интересные вещи делают, такие уникальные вещи, которые такие штучные и интересные. На данный момент сдано в аренду около 95% уже готовых площадей. Активно ремонтируются подвальные помещения, в которых когда-то была топочная. Проделала мы очень большая работа по реставрации. С 2017 года занимались активной реставрацией фасадов. Я думаю, это видно невооруженным глазом. Добавили подсветку и штукатурили здание. Но не только снаружи, но и также внутри. Прогуливаясь по территории бывшей фабрики, уже сегодня можно понять и даже представить, как будет выглядеть в перспективе тот самый старый город. А почему, собственно, старый? Да потому, что это место – самый настоящий исторический магнит. И чтобы не потерять аутентичность, Александр вместе с дочерью Натальей решили устроить здесь настоящий центр притяжения для горожан, восстановив историческую часть постройки с присоединением новых строений. И что интересно, сохранив практически изначальный вид внутри здания. Мы бы хотели позиционировать свою площадку как симбиоз творчества, бизнеса, производства, потому что все-таки Щелково – это город изначально производственный, поэтому не хотелось бы забывать свои корни, хотелось бы, чтобы люди не забывали свои корни. Восстановление и развитие – вот то, чем сегодня занимается семья Ивановых. По сути, продолжая добрые традиции с любовью к родному Щелкову. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.